Я хочу представить перед вами доклад на тему перспективы экономики знаний и методологии Форсайта, как в вашей программе написано. Цель доклада – обзор современных подходов к исследованию перспектив развития экономических систем в условиях перехода к обществу знаний. Содержание здесь указано. Примерно шесть таких разделов мы рассмотрим. Если удастся, то может быть седьмой. Первый – системный подход к исследованию прогнозирования развития экономических систем. Это нужно, потому что система прогнозирования и планирования должна опираться именно на системный подход. Дальше – системные инструменты планирования и прогнозирования развития экономических систем. Мы рассмотрим основное определение. Опыт разработки комплексной программы научно-технического прогресса в СССР. Эта программа была наиболее обобщающая, в которую входили все методы, известные на тот период, методы прогнозирования и экспертизы. Дальше мы рассмотрим, перейдем к рассмотрению технологического форсайта и дорожных карт. Это понятие относительно новое, но оно уже немножко устарело. Оно не является таким совершенно современным. Дальше – характерные черты и тенденции развития отраслей и рынков высокотехнологичной продукции. Мы рассмотрим на небольшом числе примеров, но и социально-экономические проблемы, связанные с форсированным развитием новых технологий на примере информационно-коммуникационных технологий, если будет время. Итак, вот литература, которую я использовал. Основная литература, конечно, много использована и дальше. Ну, что такое свод? Унида – технологический форсайт, то есть такой справочник, гайд, изданный в 2005 году в Вене. Это унида – организация объединенных наций. Экономические проблемы развития революционных технологий, на примере нанотехнологий. Вот книга выходила в 2012 году, и в этой книге есть голова, которая посвящена опыту разработки комплексных программ научно-технического прогресса. Ну и дальше вот несколько так моих статей, которые как-то связаны вот с этими проблемами, о которых я буду говорить. Системный подход к исследованию и прогнозированию развития экономических систем. Ну, прежде всего, мы дадим такие, я напомню вам определение, систем, системного подхода. Очень полезная информация содержится в книгах и в материалах Рассела Акова. Был такой известный очень специалист в области системного анализа. И книги его в 70-80-е годы расходились у нас на овра. Вот что он пишет. Система, набор взаимосвязанных элементов, каждый из которых прямо или косвенно связан с каждым другим элементом, ни одна часть которой не является не связанной с другой. Ну, подчеркивается целостность системы. И дальше другие авторы дают примерно такое же определение, но в основе этих определений понятие целостности. Ну, система набора объектов вместе соотношениями между объектами и их атрибутами, связанными или относящимися друг с другом или с окружающей средой, таким образом, что они образуют единое целое. Целое — это мысленная конструкция частей отношений, которая образует целое. Дальше. Системный подход к проблемам фокусируется на системах, взятых как целое, а не на их частях, взятых по отдельности. В недостаточно хорошо организованной системе, даже если каждая ее часть функционирует максимально хорошо по отношению к своим целям, вся система обычно не будет функционировать максимально эффективно. Ну, вот Рассел Аков об этом писал. Аков о менеджмене. Книга выходила в начале 2000-х годов, очень хорошая книга, переводная. Ну, какие бывают экономические системы? Наверное, вам это известно. Некоторые примеры — макроэкономика, микроэкономика. Индастриал экономикс — это часть теории микроэкономики, теории отраслевых рынков у нас называется. Прикладной раздел микроэкономики. Ну, здесь вот я не буду зачитывать, тут написано, чем каждый из этих разделов экономики занимается, связан. Вот если мы говорим об экономике знаний, то основной компонент экономики знаний — это наука и высокотехнологичное производство, то есть хайотех. Что является высокотехнологичным? Какие отрасли являются высокотехнологичными? Вот определения, они основаны на соотношении между занятыми исследованиями и разработками, не ОКР, я дальше буду иногда говорить, и общей численности персонала в организации. Это вот определение Bureau of Labor Statistics, оно вот такое, Соединенных Штатов, такое одно из принятых определений. Дальше, ОБСЕ или, не БСЕ, ОЭСР. Значит, второе определение — это соотношение затрат на исследования и разработки и добавленной стоимости. Это организация ОЭСР. Дальше, третье определение высокотехнологичных отраслей — соотношение затрат на исследования и разработки и между затратами наследственной разработки и общим объемом продаж. Это вот Национальный научный фонд Соединенных Штатов, National Science Foundations. Вот такие вот три определения, они вообще приняты. И, ну, почему мы говорим, нам приходится много использовать английских терминов, поэтому вас это не должно удивлять. Дело в том, что рыночная система раньше началась там, мы перешли к ней позже. Поэтому приходится брать некоторые, значит, понятия из статистики, из прогнозирования оттуда. Значит, три определения высокотехнологичных отраслей даны, и выделяются три уровня отрасли, в которых доля занятых исследовательными разработками на 50% и среднего уровня. Второй уровень — это первый уровень. Второй уровень — отрасли, в которых доля занятых исследовательными разработками, соответствует средним, по всем отраслям уровню, среднему. И третий — остальные отрасли. Значит, какие отрасли, вот в частности, могут вот к первой группе относиться? Ну, я бы назвал бы микроэлектронику. Вот такая компания, как Intel, допустим, здесь 20% затрат, — это доля объема продаж, это затраты на исследовательные разработки. Это колоссальная сумма. Дальше мы посмотрим внимательнее. Ну а вот меньше 3%, если вот доля исследовательной разработки в объеме продаж, это уже не наукоемкие отрасли, невысокотехнологичные. Поэтому, если говорить, допустим, об информационных технологиях, связанных с созданием программных продуктов, софтвер, там, где затраты на исследовательные разработки небольшие, это не наукоемкие отрасли IT, то есть информационных технологий. А вот наукоемкие отрасли информационных технологий — это микроэлектроника, это устройство связей и так далее, и так далее. Вот такие, где колоссальные затраты на исследовательные разработки. Дальше. Что я еще хотел бы сказать? В учебниках очень часто дается такое определение, не то что определение, а характеристика высокотехнологичных отраслей — это высокие технологии, они обусловлены нуждами людей, вот «customer-derived technologies». Но вместе с тем умные исследователи говорят о том, что если мы стоим на пороге больших технологических изменений, вот один из них, вот Диртоузус, то должны отдавать себе отчет в том, что огромные открывающиеся перед нами возможности проявляются скорее благодаря достигнутому уровню развития техники, а не из настоящих нужд людей. Вот этот факт очень важен. Иногда действительно технологии возникают под влиянием потребностей людей. Такое бывает и в частности в оборонных исследованиях. Но очень часто в рыночной экономике это, да и не только в рыночной, благодаря достигнутому уровню развития техники. Вот этот тежис надо иметь в виду всегда. Ну а вот здесь график, который характеризует затраты на исследование разработки в такой выдающейся наукоемкой компании, высокотехнологичной компании, как Intel. Ну вы знаете, что да, что эта компания производит микропроцессоры. И посмотрите, вот объемы исследований разработок в миллиардах, затраты на исследования разработки ну не так давно стояли 12 миллиардов, сейчас примерно 13 миллиардов долларов. Причем обратите внимание, что в 2008-2009 году был кризис, затраты не уменьшились, в отличие от капитальных вложений вот в этой компании. Затраты на исследования разработки не уменьшаются. Исследования разработки это основа существования этой компании, высокотехнологичной. Значит, высокотехнологичные отрасли это наукоемкие отрасли. Об этом мы уже с вами договорились. Как правило, рынки высокотехнологичной продукции это олигополистические рынки, но в качестве примеров можно привести рынки авиационной техники, в частности гражданской авиационной техники, энергомашиностроение, атомного энергомашиностроения, газоторговостроение и так далее. Компонентов для персональных компьютеров. Ну и можно привести еще ряд других примеров, можно говорить о фармацевтических производствах и так далее. Теперь переходим к другому разделу. Системы и инструменты планирования и прогнозирования развития экономических систем. Ну, надо сказать, что в нашей стране, в Советском Союзе существовала достаточно стройная система планирования и прогнозирования. Она охватывала следующие стадии. Комплексная программа научно-технического прогресса. Ну, с конца 1980-х годов это комплексный прогноз социально-экономического научно-технического развития страны. Немножко изменилось название. И горизонт прогнозирования составлял 20 лет. Вот в этих прогнозах, которые проводились в рамках этого КПНТП. Дальше. После того, после разработки прогнозов, осуществлялась схема, разрабатывалась схема развития и размещения отраслей народного хозяйства на 15-20 лет. То есть на основе вот этих прогнозов комплексного научно-технического прогресса разрабатывалась схема развития и размещения отраслей. Эта организация такая вот головная была СОПС, Совет по использованию производственных сил. Сейчас это было при Газплане СССР, сейчас это при Министерстве экономики. Дальше. На основе вот этих документов, этих вот всеобъемлющих, можно так сказать, составлялись, разрабатывались основные направления социально-экономического развития страны на 10 лет. После этого подробно с выделением каждого года разрабатывались пятилетние планы и на основе них годовые планы. У нас вот после перехода к рыночной системе с начала 1990-х годов был принят программно-целевой метод планирования отраслей экономики за счет средств федерального бюджета. То есть, если раньше был отраслевой принцип, вот бюджетирование, планирование, то сейчас за счет путем разрабатываются федеральные целевые программы, которые финансируются государством. Но вот на нынешний год, на 2019-й, предусмотрено к финансированию из федерального бюджета 20 федеральных целевых программ. ФЦП, я буду говорить иногда сокращенно. Общий объем финансирования федеральных целевых программ составляет 450 миллиардов рублей, а вот на высокотехнологичные развития высоких технологий, это один из разделов вот этих 20 программ, включающие в себя примерно 4 программы, связанные с освоением космической деятельности и так далее. Значит, 227 миллиардов рублей. Причем на исследование и разработки расходуется 126 миллиардов рублей. Давайте приведем это к долларовому эквиваленту, значит, это меньше 2 миллиардов долларов будет. И, значит, с учетом ППС, паритета покупательной стоимости, это будет, ну, может быть, 3-4, 3 с небольшим доллара. И сопоставим это вот с тем, сопоставим с объемами, которые тратит Intel, компания высокотехнологичная, на исследованные разработки. 12 миллиардов. Значит, вся страна на федеральные целевые программы, но есть еще затраты на исследования и разработки, это не все исследования и разработки, но вот федеральные целевые программы, включая федеральную целевую программу научно-технологического развития страны, это тоже большая программа, и на нее расходуется, вот на все эти программы расходуется 2, грубо говоря, 3 миллиарда долларов. А одна компания, наукоемкая, высокотехнологичная, Intel, расходует 12-13 миллиардов в год. Вот такой уровень финансирования, с таким уровнем финансирования исследований и разработок мы сталкиваемся, и вот высоких технологий. Значит, прогнозирование. Прогнозирование – это наука искусства, предсказание будущего. Это одно из определений. Прогнозы могут быть направлены на предсказание будущих событий или связи между событиями. С этой целью могут использоваться специальные опросы, методы Дельфа, сценарийный анализ и так далее. Прогнозы могут быть экономические, технологические, экономическое прогнозирование. Набор гипотез и утверждений о будущем экономического развития. Ну, подходы к экономическому прогнозированию субъективны, индикативны на основе индикаторов состояния, поворотных точек, бизнес-циклов на основе обзоров, экстраполяционной на основе модели анализа временных рядов, ну, на основе эконометрических моделей, на основе структурного моделирования, анализ каузальных связей, то есть причинно-связанных связей, анализ связей между переменными и так далее. Но что прогнозируют в частности? Вот уровень экономической активности, цикличность, циклы Кондратьева, циклы Кузнеца в 20-летней, конъюнктурные циклы, краткосрочные циклы. В рамках экономического прогнозирования выделяются проектировки, то есть проектирование будущего, такие индикативные прогнозы. Это вот было принято, в частности, во Франции. Используются вот экономические индексы для краткосрочного прогнозирования. Индексы такие, в частности, конференц-борд, ведущий экономические индикаторы. Индекс покупательный, значит, менеджеров, продавцов. И вот используется при прогнозировании обзор профессиональных, значит, прогнозистов. Такое есть. Вот такие, для краткосрочного прогнозирования используются вот такие материалы. Ну, здесь вот они дают прогнозы по квартальной, краткосрочные обычно, на год, на два. Значит, в рыночной экономике эти вот показатели используются разных стран. У нас тоже вот это, в частности, показатели используются. Технологическое прогнозирование. Это технологическое прогнозирование, это предсказание будущих характеристик, полезных машин, процедур и методов работы. При этом прогноз ничего не говорит о том, как эти характеристики будут достигнуты. Ну, это технологическое прогнозирование, составной элемент планирования. И вот очень хорошая такая фраза. В этом смысле роль технологического прогноза состоит в том, что он преобразовывает неопределенность в риск. Это вот Мартина, известный специалист по технологическому прогнозированию. Книга выходила у нас в прошлом веке, и он очень пользовался большой популярностью. Эта книга на английском языке выходила в конце 90-х годов. Последнее издание было. Значит, технологическое прогнозирование обеспечивает исследователей информации о возможных будущих достижениях науки и техники, о будущем уровне развития технологий для принятия рациональных решений. Оно может быть полезно при постановке целей программ исследований и разработок. Метод технологического прогнозирования, экспертные оценки, проведение экспертиз, метод аналогии. По аналогии с другими какими-то процессами прогнозируется тотальный процесс. Кривые роста, экстраполяция тенденций, аналитические модели, нормативные модели, нормативные, где задаются какие-то показатели, параметры, априори, и дальше какие-то происходят расчеты. Прогнозирование путем выявления сигналов предстоящих технологических, технических сдвигов, технологическая разведка, technology scouting по-английски с учетом политической и социальной обстановки. Это обзор всех технологий и работ, которые существуют в мире. Такой термин лет 15 назад возник. Связано с технологическим прогнозированием такое понятие, как анализ затрат в течение жизненного цикла. Учет затрат на всех стадиях жизненного цикла при производстве изделия, при разработке, производстве, а также при эксплуатации, обслуживании, ликвидации объектов. Требования к проектировщикам изделий сводятся к обеспечению минимальных затрат не только на производство единиц продукции, но и на эксплуатацию, обслуживание техники в расчете начаться эксплуатации. Пример анализа затрат в течение жизненного цикла – это разработка гражданской и авиационной техники, где обязательно учитываются показатели экономических употребителей в авиакомпаниях, короче говоря, стандартные показатели MPV, ROI и так далее. И вот в военной технике достаточно давно было. Вот в частности, вот это иногда называют анализ жизненного цикла, затрат в течение жизненного цикла – total cost of ownership. Это второе название. И вот на примере подводных лодок французских мы видим, какие затраты приходится в течение всего жизненного цикла осуществлять при эксплуатации этой техники. Вот видите, 4 миллиарда из более чем 6 миллиардов расходуется в течение жизненного цикла. А собственно говоря, проектирование, постройка, капитальные вложения – это меньшая часть затрат. Значит, вот это все является предметом технологического прогнозирования. Вот анализ затрат, анализ показателей технических, технологических и так далее. Вот одна из схем, которая характеризует жизненный цикл изделий. Вот самолет А-320, который вводился в эксплуатацию в 80-х годах, в начале 80-х годов, вот как он вводился в эксплуатацию, как разрабатывался в 80-е годы. В 80-х годах вводился в эксплуатацию. Дальше было налажено производство, и пока еще вот оно осуществляется во Франции, в Тулузе в частности, в Гамбурге. Но уже вот со следующей декады начнется выбытие этих самолетов. И вот самолеты серии А-300, А-310, они будут выводиться из эксплуатации. Вот, собственно, жизненный цикл этих изделий, 55-65 лет вы видите, да? Вот точно так же, как атомных подводных лодок, атомных станций и так далее, так далее. Вот А-330, 55-65 лет, это широкофюзеляжный такой... А-310, 320, простите. Да, это модели, но в общем, многие самолеты, они, конечно, 25-30 лет наверняка существуют и летают. В частности, вот самолеты, которые по лизингу приобретаются, многие им за 20 лет. К счастью, наш аэрофлот там новый, так сказать, флот авиационной техники. А в 90-е годы, да, у нас в тяжелые условия наши авиакомпании приобретали самолеты, которые, причем у слаборазвитых стран, которым было в возрасте 25-30 лет. Такое было. Но эта техника может сохранять надежность и при, значит, большом сроке эксплуатации. Точно так же, как атомной станции. Так, вот. То есть планирование. Планирование, проектирование желаемого будущего и эффективных способов его достижения. Ну, я не буду перечислять вот эти определения. Рассел Лаков очень хорошие, емкие определения давал в своей книге. И я очень просто советую обратиться к этой книге. Еще другая книга, которую он писал, это «Стратегическое планирование». В советское время еще издавалось. И вот о стратегическом планировании он пишет следующее. «Стратегическое планирование имеет долгосрочный характер. Чем больше функции охватывает план, тем больше стратегический характер он имеет. И это долгосрочное планирование на уровне корпорации». Вот по его мнению так. Хотя иногда стратегическое планирование, мы используем этот термин, применительно к планированию больших экономических систем, даже полных целостных экономик. Ну, вот такие определения у Рассел Лаков. Планирование сценариев. Определение сценариев это дано здесь. Опять-таки я не буду их зачитывать. Этапа построения сценариев, идентификация определения области интереса, определение переменных, играющих важную роль в формировании будущего, идентификация тем для сценариев, создание сценариев. И в последнее время стратегическое планирование становится важным фактором деятельности реальных ассоциаций промышленных отраслей. В качестве инструмента стратегического планирования выступают дорожные карты, так называемые. Мы о них подробнее поговорим далее. И вот сейчас я наконец перехожу к опыту разработки КПНТП, комплексной программы научно-технического прогресса в СССР. Почему я хочу обратить внимание на этом документе? Вот он хорошо описан в доступных в этой книге «Экономические проблемы развития революционных технологий», которые я рассылал и должны быть у заинтересованных слушателей. В нашей стране экономик и прогнозирование НТП были одним из немногих направлений экономической науки, где слабо проявляли себя идеологические ограничения. Считалось, что в основе успешного развития экономики лежит ускоренный, лежит новостехнический прогресс. И мы у нас очень пристально следили за разработками других стран. В других странах, в частности, мы всегда знали, что происходит, какие разработки в RAND Corporation, связанные с прогнозированием будущего. В Японии были очень подробные, начиная с 70-х, даже с конца 60-х годов, очень подробные разработки, связанные с технологическим развитием. Они регулярно осуществлялись. И у нас тоже комплексные системные разработки. И примером этой системной разработки является комплексная программа научно-технического развития. Успешный пример реализации индикативного планирования. Вот здесь написано, тут некоторое повторение, я уже немножко об этом говорил. Значит, на 20 лет она разрабатывалась. Газплан, исходя из долгосрочных задач и КПНТП, разрабатывал совместно с Министерством и ведомствами проект основных направлений на 10 лет. Разработка началась с конца 70-х годов КПНТП у нас. Место КПНТП в системе государственного, не с конца даже, а с середины 70-х годов. Место КПНТП, вот схема КПНТП, основные направления, 5-летний план, начало разработок постановления ЦК КПСС, Совета министров о разработке долгосрочной перспективы на 5-летний план развития народного хозяйства. То есть это давались задания Академии наук, ГКНТ, Государственного комитета по науке и технике. И вот в 1972 году уже было поручено этим и представиться от министров комплексную программу на 1976-1990 годы с обоснованием расчетами. Большое внимание руководство уделяло этой программе, и Академический институт совместно с Министерством и ведомствами подготовили проект комплексной программы НТП на 1976-1990 годы. Комплексная программа НТП обеспечивала видение будущего в долгосрочной перспективе, но не являлась директивным документом, содержавшим задачи и требования, обязательные к исполнению. Директивными документами в полной мере являлись пятилетний план и годовой план тогда. И всего были разработаны 4 КП НТП. На 1976-1990 год, на 1990-2000 год, на 1986-2005 год, 1991-2010 год. И вот это последняя комплексная программа научно-технического прогресса была. Масштабы работ. В работе принимали участие примерно 2000 ученых-специалистов, практиков, которые представляли более 500 научно-исследовательских проектно-конструкторских организаций страны, всего Советского Союза, кстати. В основе работы лежали сотни научно-технологических прогнозов, технико-экономических расчетов. И они обобщались, корректировались, уточнялись, были созданы комиссии, которые разрабатывали конкретные рекомендации, давали оценки возможного социально-экономического эффекта. Одновременно велась работа по наиболее важным социально-экономическим проблемам. Учитывались ожидаемые результаты научно-технического прогресса и тенденции и задач социально-экономического развития. То есть это не только технологические были прогнозы, но и социально-экономические. Состав КПНТП. Сводный документ. Пять сводных отдельных разделов по основным направлениям развития науки и техники, по основным проблемам социально-экономического развития, региональное развитие, международные проблемы, 50 отдельных проблемных разделов. То есть 8 разделов по направлению наука, 17 по направлению техпрогресс, технический прогресс, 7 направлений экономика, 15 региональных, 3 международных. 15 региональных, потому что 15 республик было в Советском Союзе. И каждая республика готовила свой раздел, но в соответствии естественно с СОПСом, который координировал работу. Для выполнения возложенных задач было создано такое же количество проблемных региональных комиссий. Во всех республиках были проблемные комиссии научного совета Академии наук и ГКНТ. Каждая созданная комиссия в своей работе опиралась на соответствующий профильный исследовательский институт. Управление КПНТП, общий контроль за выполнением работ осуществлялся Президиумом Академии наук и Госкомитетом. Постановлением Президиума Академии наук и Госкомитетом по науке осуществлял научный совет по проблемам научно-технического и социально-экономического прогнозирования Академии наук. И вот председатель этого совета, это выдающийся ученый Котельников, академик, радиотехник по специальности, зампредседателя Академик Анчишкин, тоже выдающийся ученый, заместитель председателя Второй Тихомиров, ученый Катарь Яркин. И вот Анчишкин, Яркин работали вот в этом здании, когда готовилась эта вот программа в 70-х годах. И в 1976 году решением Президиума Академии наук СССР, Центральный экономико-математический институт Академии наук, был определён головной организацией по разработке КПНТП СССР. В тот период вот те отделы, которые занимались КПНТП, они располагались в этом же здании, в котором мы с вами находимся. Вот здесь вот они разрабатывали КПНТП на 1986-90 год и так далее. И я должен сказать, что это колоссальный объём информации КПНТП содержал десятки томов, примерно 200 томов. колоссальный объём, особенно интересен вариант КПНТП КПНТП 1983 года. Он интересен своей подробностью, своей, так сказать, обоснованностью, очень много интересов. все отрасли были собраны, другие были менее такие подробные в последующие годы. Руководителями работ были по социально-экономическому направлению академик-секретарь отделения экономики Академик Федоренко, он был директором ЦМИ и на разных этапах подключались такие выдающиеся учёные, как Килдыш, бывший президент Академии наук Александров Анатолий Петрович. Центральную роль играл Анчишкин, который весь блок экономический вёл и одновременно был заместителем Котельникова. Руководители комиссии здесь перечислены, Котельников, Александров, Кириллин, Патон – это все выдающиеся наши советские учёные. Учёные ЦМИ входили в состав большинства комиссий, причём в трёх из пяти основных разделов их роль была определяющая, они были ответственными исполнителями следующих основных разделов, а, ну здесь вот не пропечатывается, не видно, к сожалению, ну ладно, значит, я просто из своего опыта скажу, что в это здание приезжали все представители всех, так сказать, отраслей всех предприятий научно-исследовательских организаций страны и координировали свою деятельность вот с нашими сотрудниками. Это очень приятно, и работа была очень продуктивной, полезной. Дальше переходим к технологическому форсайту и к технологическим дорожным картам. Почему я остановился на КПНТП? Потому что технологический форсайт – это фактически, за небольшим исключением, за некоторым только небольшим добавлением, это тот же самый, та же самая КПНТП. По степени подробности, по всему. Значит, некоторые отличия есть, я вот сейчас о них упомяну, но вот что такое форсайт? Вот одно из определений. Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического, инновационного развития, выявлений технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику общества в средней долгосрочной перспективе. На обычной долгосрочной перспективе рассматривается. Методология форсайта вобрала в себя десятки экспертных методов. Обычно в каждом форсайт проектов применяется комбинация различных методов, метод Дельфи экспертных оценок, там свод-анализ, мозговой штурм и так далее. Все это присутствовало в КПНТП, между прочим. В отличие от прогнозирования, вот одно из небольших отличий. Нацеленность на разработку практических мер по приближению выбранных стратегических ориентиров. В этом, собственно говоря, отличие. Крайняя желательность того, чтобы предлагаемые решения были реализованы, и разработка мер по обеспечению выполнения этих целей, заявленных в форсайте. Вот в этом некоторое отличие от комплекса программно-технического развития. Технологический форсайт – это процесс, связанный с системными попытками предвидеть в будущей науке и технике общество в долгосрочной перспективе. Значит, пять аспектов выделяет системность, долгосрочность от пяти до тридцати лет, наряду с научно-техническими факторами уделяется внимание социально-экономическим факторам. Но то же самое и было и в комплексной программе научно-технического прогресса в нашей. Концентрация на новых технологиях, ну вот Emerging Generic Technologies, уделяется внимание социальным аспектам, не обязательно связанным с созданием богатства. Ну, в КПНТП то же самое. Форсайт не занимается предсказанием будущего, а его задача создавать будущее. Вот это некоторое, так сказать, отличие от нашей КПНТП. В отличие от технологического прогнозирования, в рамках форсайта используются методы, обеспечивающие совместный сбор, обработку информации, оценку, интерпретацию, методы поддержки принятия решений. Ну и три группы методов, которые используются при разработке форсайта. Ориентированный на рынок, то есть опросы потребителей, сценарии, проведение качественных количественных обзоров, ориентированный на технологию, то есть технологический конкурентный анализ, технологическая разведка, патентный анализ обязательно, библиометрический анализ, анализ кривых, кривое обучение, метод Дельфи и так далее. Интегральные методы, разработка дорожных карт, роудмэппинг по-английски, сценарийный анализ, вот такие основные методы используются. Ну и вот на примере японского форсайта, вот здесь представлена как раз диаграмма рисунок. Надо сказать, что японцы начали то, что сейчас называется форсайтом, разрабатывать в 70-е годы, разработка осуществлялась регулярно и у них тоже в разработке участвовали 2000 примерно исследователей, 2000 человек. Как он у нас? То же самое. Значит, разработка ответственная была организация агентства по науке и технике. Они были ориентированы в основном на экспорт, потому что Япония бедная, с сырьевыми ресурсами страна. Но вот последний, один из последних форсайтов, который был примерно 15 лет, восьмой форсайт, потом появились конечно тоже другие, но вот восьмой форсайт, например, в нем большое внимание уделялось социальным проблемам. С чего начиналась разработка этого форсайта? Выявление социально-экономических потребностей, анализ. Вот он справа, зеленый. Вторая стадия. На основе этого исследовались быстро развивающиеся научные отрасли. Примерно специалисты исследовали 153, вот они называют отрасли области научной, в которых могли проявиться такие наиболее интересные результаты, полезные для общества. Дальше сценарный анализ развития горячих таких отраслей науки и технологий. Дальше сужались эти области, конкретизировались, выделялись отдельные темы, входящие в более специальные темы. По этим специальным направлениям осуществлялась экспертиза, метод экспертного оценки Дельфи. Сценарный анализ. Сценарный анализ развития техники и метод Дельфи. Что, так сказать, целесообразно осуществлять путем опроса привлечения экспертов. Курифицированных экспертов. Вот примерно такая была вкратце схема, использована японскими специалистами. Я сказал, что методы самые разнообразные, я говорил об этом, на самых разнообразных методах основана разработка форсайта, в частности, на основе дорожных карт. Технологические дорожные карты – это составная часть форсайтов, но сейчас, дело в том, что очень часто под форсайтом и понимаются технологические дорожные карты, то есть road maps, и наоборот, фактически, иногда вообще пишут разработка форсайта, но там нет, там только концепции развития, и вот и на русском, на английском языках это. Термин был одно время очень модный, лет 10-15 назад, очень модные, значит, были эти направления, ими увлекались в высшей школе экономики. Большая часть увлекавшаяся, она не знала о существовании комплексных программ научно-технического прогресса, и многие форсайты в нашей стране разрабатывались специалистами, которые не разрабатывали КПНТП, а молодыми специалистами, которые не знали, не имели опыта разработки, который был накоплен у нас. Как это влияло на то, что форсайты вот эти вот, они не такие интересные, как КПНТП, которые можно читать вот 1983 года, она сейчас интересна, в нее погружаешься, читаешь, понимаешь, какие направления техники, технологии волновали наших специалистов в тот период, который следует и в дальнейшем еще развивать. Не все результаты были получены, очень интересные работы были. Вот технологические дорожные карты, ну вот как определяли их в начале, в дорожной карте устанавливаются критические требования к системе, целевые показатели в продуктах, технологии, технологические альтернативы, этапы, необходимые для достижения этих целей. Иными словами, дорожная карта идентифицирует пути, альтернативы технологии. И вот, вот эта схема, вот она показывает, как в общем следует концептуально составлять дорожную карту. Значит, должны быть даны ответы на вопрос, почему, как, когда. да, вот, why, how, when, вот они пишут. Выделяется несколько уровней, ну вот первый такой мега уровень, что ли, бизнес уровень и технологический уровень, это вот мега уровень. Дальше, уровень связанный с рынком, уровень связанный с продуктами, уровень связан с технологиями, уровень связанный с созданием инфраструктуры производства, производственной структурой, и уровень связанный с созданием уже процессов. Значит, первый уровень, уровень рынка. Для чего? Знаю, зачем. Значит, если мы составляем дорожную карту, мы должны дать ответ, зачем. Я знаю, зачем, поэтому я составляю дорожную карту. Дальше, продукты. Какие продукты нужны? Да, мы знаем, какие продукты нужны. Они нужны будут обществу. Дальше, технологии. А какие, собственно, технологии могут обеспечить выпуск этих продуктов? Мы знаем это. Они будут разработаны через какое-то время. Дальше. А существует ли производственная инфраструктура? Да, мы знаем, как делать. Мы знаем, как ее создавать, и технологические процессы отлажены, и как сооружать промышленные и производственные объекты мы знаем. Ну а дальше мы знаем, что делать. Это уровень уже принятия решений на, так сказать, на уровне руководства и производства. Схема, она обобщающая, и вместе с тем она очень помогает создавать дорожные карты. Ну, это вот фрагменты дорожных карт компании Intel. Вот топологические размеры схем. В соответствии с законом Моллера происходило изменение за последние годы. Ну, до 10 нанометров не дошли, конечно. Но, тем не менее, вот такие вот красивые схемки рисовались. Вот такая схема, это связанная с развитием, значит, персональных компьютеров, платформы персональных компьютеров по годам. Вот видите, годы тоже. Различные виды. И самые интересные схемы, на мой взгляд, вот они были характерны для электронной промышленности, для промышленности производства полупроводников. Видите, какие красивые. Значит, на них, на вот этой схеме, сейчас я перед тем, как… Это международная схема по, значит, ITRS называлась по развитию полупроводников, International Technology Roadmap Semiconductors, то есть международная технологическая дорожная карта полупроводников, которая разрабатывалась совместно, консорциум из европейских производителей полупроводников – японских, корейских, тайваньских, американских. То есть все промышленные компании, связанные с производством проводников, значит, проводников, участвовали в создании этой дорожной карты. И вот такие разделы, вот в частности, вот драйверы, которые влияют на развитие отрасли, на развитие микросхем, интеграция процессов, приборы, структуры, проблемы, которые надо решить в дорожной карте, радиоприложения, аналоговые, значит, приложения для аналоговых приборов, системы связи рассматривались, материалы – это очень важная проблема, передовые процессы, литография тоже – это колоссальные сложности процесс, на него приходится 30% всех капложений, колоссальные научные исследования ведутся. межсоединение, фабрикация, окружающая среда безопасности и так далее. И вот такого рода очень большое количество вот таких диаграмм вот в этой, значит, дорожной карте. Я ее тоже присылал, ее можно будет получить. Причем этот материал примерно содержит 200 страниц, это сводный том. Вот так же, как в нашей комплексной программе научно-технического прогресса, там был сводный том и десятки, сотни томов были в КПНТП, здесь десятки томов, порядка 25-30 томов, относящиеся к каждому процессу микроэлектронной промышленности. Это колоссальная работа, в ней участвовали и конкуренты, компании-конкуренты, потому что все были заинтересованы в том, понять, как стоит ли двигаться в том или ином направлении, какие научные, собственно говоря, должны быть открытия. А дальше уже начинается конкуренция. Ну и характерные черты тенденции развития отраслей рынков высокотехнологичной продукции. Вот мы говорили о том, что дорожные карты являются составным элементом форсайта. В принципе, если говорить об этом документе, который разрабатывал с начала 1990-х годов по 2015 год, то после 2015 года он уже не разрабатывается этим консорциумом, он разрабатывается другими уже организациями, специалистами и по другим несколько названиям. Значит, вот по сути дела, вот эта дорожная карта очень напоминает форсайт тоже. Ну, он может быть отраслевой форсайт. И вот очень часто я просто хочу обратить ваше внимание на то, что многие под словом форсайта понимают именно вот такие, такого рода дорожные карты. Причем уровень этих форсайтов намного слабее, чем уровень представления дорожной карты электронной промышленности, полупроводниковой промышленности. Значит, дальше. На основе каких, на основе чего составляются форсайты? Не только на основе дорожных карт, но и сами дорожные карты составляются на основе расчетов, на основе анализа потребителей, производителей, на основе анализа рынков. И вот очень важно иметь в виду, что вот многие такие технологии, высокие технологии, они выпускаются на олигополистических рынках. То есть на рынках, где существует малое число производителей компании. Но обычно это крупные компании, очень крупные компании. И вот я уже говорил, что олигополистические рынки – это рынки компонентов для компьютеров, продукции энергомашиностроения, рынки фармацевтических продуктов, рынки гражданской авиационной техники и все. И вот очень важная проблема, связанная при прогнозировании, при создании, так сказать, предпосылок и при создании основ для формирования и дорожных карт и форсайтов, связанной с изменениями режимов функционирования отдельных подсистем и рынков. Внешняя среда может меняться. Очень важно при разработке форсайтов учитывать возможность изменения внешней среды. То есть с этой целью целесообразно строить сценарий изменения внешней среды и предлагать сильные решения с учетом изменения внешней среды, в частности экономики, международных отношений и так далее. Это и было у нас в комплексной программе научно-технического прогресса. Там был международный раздел такой, я об этом уже говорил. Ну и режимы функционирования экономических систем могут изменяться под влиянием внутренних факторов. Например, в результате радикальных продуктовых технологических инноваций, которые трудно предвидеть на стадии даже составления дорожной карты. Усложнение технологий, значительное повышение наукоемкости производства и так далее. В связи с этим важное значение приобретает разработка методов моделей поддержания конкуренции государственно-стимулированной инновационной деятельности. Вот считалось, что частота микропроцессоров будет повышаться чуть не до 30 ГГц до 2004 года. По крайней мере многие прогнозисты, многие экономисты делали прогнозы развития этого рынка исходя вот из этого. Причем прогнозы на 2010, 2015, 2020 годы. Но вот в 2005 году компания AMD создала первый двухъядерный процессор класса X86. После этого за ней последовала компания Intel на производство многоядерных процессоров. И вот это направление, связанное с повышением частоты процессоров, оно потеряло свое значение, так как оно фактически в тот период уже оказалось бесполезным. Но, к сожалению, прогнозисты не понимали это и не знали. То есть это знали инженеры, которые втайне разрабатывали переход на многоядерные процессоры, но создавали иллюзию того, что будет повышаться частота микропроцессоров. Вот это затрудняет прогнозы в рыночных условиях. Это надо учитывать. Ну, здесь опять-таки график, который характеризует инвестиции компании Intel. А вот это диаграмма топологического размера микросхем. Вот мы видим на ней, как устойчиво уменьшался топологический размер микросхем в соответствии с законом так называемым МУРа. А закон МУРа гласил, что топологический размер, то есть измельчение, можно сказать, элементов микросхем, полупроводников будет осуществляться в течение полутора лет. Значит, размеры будут уменьшаться в два раза каждые полтора года. Но потом была внесена поправка, что размер будет уменьшаться в два раза каждые два года. И вот эта вот, так сказать, предпосылка, вот эта рекомендация МУРа, она явилась так называемым законом МУРа. На самом деле это не закон, а это, как бы сказать, директива по изменению топологического размера по миниатюризации микросхемы. Но в последнее время в настоящее время уже начинаются сомнения в том, что закон МУРа перестает действовать. Вот пример. Мы скоро достигнем вот такого топологического размера, такого технического прогресса 5 нанометров. А размер атома кремния составляет 0,5 нанометров. Поэтому в Международной технологической дорожной карте, о которой мы говорили с вами, дальнейшие методы повышения плотности элементов в чипах связывают с переходом к трехмерным структурам, многослойностям и так далее. Драйверами дизайна чипов считаются такие области применения, как центр обработки данных, интернет вещей, мобильные устройства, то есть это основные потребители будут. И что получается? Мы вместо вот такого вот графика приходим к такому. Вот если в 2013 году синяя была кривая, то есть при разработке дорожной карты предполагалось все-таки, что до 2028 года топологический размер схем будет осуществляться, то вот в схеме последней, в последней дорожной карте видите стабилизацию после 2020 года. Но правда надо сказать, что компания Intel оспаривает этот аргумент и говорит, что мы будем продолжать миниатюризацию схем до 2029 года. Вот недавно у них вышел документ. Посмотрим, как получится. Но, по крайней мере, изменение режимов налицо. Изменение режимов и это усложняет прогнозирование. Второй пример – использование мощностей ядерных энергоблоков, например, Соединенных Штатов. Вот можно выделить два режима использования мощностей. Первый – это начало 70-х до конца 80-х годов. Коэффициент использования мощностей. Установленная мощность составлял менее 60%, 57,5%. А второй режим – значительное увеличение производства электроэнергии при стабильном уровне мощностей, начиная с 90-х годов и в дальнейшем стабилизации на уровне 90%. За счет внедрения информационных технологий и средств связи. Вот динамика среднегодового коэффициента использования установленной мощности. Вот один режим, вот второй переходной, и вот третий режим, совершенно другой. Его не ожидали в 80-е годы. Нежданное для атомщиков появление информационных технологий, оно повлияло на эффективность использования атомных станций. И вот другой пример коллективной дозы – облучение персонала. Считалось еще в начале 80-х годов, что они будут достаточно высокими. персонал, который производит перезагрузку блоков атомных станций. Вот дозы облучения, вот такие среднегодовые. Предполагалось, что они будут дальше такие. Но вот за счет использования новых технологий, в данном случае информационных, удалось существенно снизить дозы нагрузки. Второй режим, видите, колоссальный. То есть это здорово. И предвидеть это очень трудно. Таких примеров можно привести массу. В заключении я хотел бы вот что сказать. Вот выдающийся один из специалистов области информационных технологий, Дертолзес, писал в начале 90-х годов, «Если мы стоим на пороге больших технологических изменений, то должны отдавать себе отчет о том, что огромные открывающиеся перед нами возможности появляются скорее благодаря достигнутому уровню развития техники, а не из-за настоятельных нужд людей». Следовательно, мы, разработчики и пользователи этой информационной структуры, несем серьезную ответственность. Мы должны понимать значение, реальность и роль информации с тем, чтобы лучше направлять наши технологические чудеса в определенное русло. В направлениях, где они окажутся более полезными, они бессмысленными и тем более опасными. Эти слова весьма актуальны для нашего времени, потому что сейчас в рыночных условиях многие компании стараются выводить на рынок технологии бессмысленные, часто неоправданные, вредящие здоровью населения, которые могут потенциально привести к экономическому кризису. Те же информационные технологии, та же система мобильной связи. Значит, мобильная связь, допустим, в Соединенных Штатах Америки, развитие мобильной связи 5G, 6G и так далее, она ориентируется на использование гигагерцевых, терагерцевых диапазонов, которые крайне негативно влияют на здоровье населения. Установки эти будут через каждые 150-200 метров стоять, базовой станции, и население просто будет облачаться. Вот такая ситуация. Значит, в этом смысле системы 5G, которые разрабатываются китайской компанией Huawei, они более щадящие, потому что там частоты меньшего диапазона, то есть там 5G до 5 ГГц примерно. Но ученые-биологи, биофизики выражают крайнее беспокойство развитием того, что происходит в Соединенных Штатах. Ну и развитие часто, как сама цель осуществляется, тоже 5G, для чего? Для чего нужно время задержки уменьшать? Вот одно из объяснений такое. Для того, чтобы в движущихся объектах, на объектах, движущихся на скорости 200-400 километров, можно было смотреть видеофильмы и так далее. Понимаете? Ну, то есть маркетинговая проработка этих, недостаточно явно, этих технологий. Ну, это одно из направлений, масса связанных с другими. Ну, вот сам Дерт Оузес, который был ответственный за распространение интернета и который вот в MIT работал. Выводы. Разработанные к настоящему времени арсенал инструментов и методов прогнозирования и планирования, может быть использованы в отечественной практике. Главным условием успеха в разработке сценариев дорожных карт и форсайтов высокотехнологичных отраслей является использование потенциала ученых и инженеров, специалистов в конкретных отраслях, а также четкая координация всего весьма трудоемкого процесса создания этих документов. Почему я на эту тему говорю? Потому что сейчас очень часто форсайты составляют те, кому не лень. То есть не привлекаются специалисты, допустим, специалисты, инженеры из области авиатехники, аэрокосмических систем. Какие-то вот часто, ну вот захотелось в каком-то вузе, допустим, в университете создать вот форсайт, дальше они пишут статью и подают ее в журнал. Есть у нас общество форсайт и так далее, и так далее. Есть центры форсайтов, есть международные центры форсайтов. Но очень важно, чтобы вот к этому подходили так же серьезно, так же серьезно, как и при разработке КПНТБ в советское время. Ну и последнее, усиление волатильности в экономических системах диктует необходимость использования новых подходов и методов системного исследования, прогнозирования динамики, показателей, важнейших для экономики стороны рынков, высокотехнологичной продукции и других товарных рынков. Ну, на этом я закончу. Спасибо за внимание.